Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и я продолжаю вас знакомить с районами города Буэнос-Айрес. В первых моих видео я вас знакомила с районами, в которые живут богатые и успешные аргентинцы, но в этот раз я решила сдаться под натиском ваших комментариев, когда вы пишете «Лена, расскажи, пожалуйста, о районах, где живут нормальные аргентинцы». Я не знаю, что вы подразумеваете под словом «нормальные», потому что ненормальные, я так понимаю, живут в тюрьмах, а все остальные люди являются нормальными. Но я догадываюсь, что вы просто хотите узнать, где живет средний класс Аргентины, и поэтому свой рассказ о том, где живет средний класс в Аргентине, где живет средний класс Буэнос-Айреса, я решила начать с района, который называется Кабальито, то есть маленькая лошадка. Это, пожалуй, один из самых известных районов, где проживает средний класс и чуть ниже среднего класса. Такой спальный микрорайон, который, кстати, является географическим центром города Буэнос-Айреса. Ну и, как это уже у меня вошло в привычку, знакомство с районами города я начинаю с парков. И сейчас я нахожусь на территории парка Рибадавия. Нашла вот такое вот красивое орхидейное дерево. Я сейчас немножко покажу вам ближе его цветы и расскажу немного и истории этого района, и почему его можно выбрать для жизни, если вы собираетесь в эмиграцию в город Буэнос-Айрес. Смотрите на великолепие цветения. Данный экземпляр уже заканчивает свое цветение, да, и много отсветших мы видим цветочков. Но невероятная красота. Просто поражают эти цветы, похожие на бабочки, за что он, в принципе, и получил свое название. Орхидейное дерево. Недавно, кстати, на Фейсбуке я выкладывала фотографии очень красивого орхидейного дерева с другого парка. Вот такая вот красота. В любом городе мира, выбирая район для жизни, конечно же, в первую очередь нужно опираться на то, насколько доступны зеленые зоны. Особенно, если мы говорим о таких крупных городах, как Буэнос-Айрес. Любой столичный город – это прежде всего огромное количество транспорта, на котором должно перемещаться население, когда на работу едет по каким-либо другим местам. Поэтому без зеленых уголков, без вот таких вот небольших легких города обойтись невозможно. И я всегда, когда ищу для себя район для жизни, я опираюсь прежде всего на наличие парка в зеленых зон, или когда жила в Испании, это был берег океана, при том, что я не особый любитель купаться. Но наличие океана говорила о том, что здесь всегда будет свежий воздух, здесь всегда будет огромное количество кислорода. Вот то же самое, и когда мы в любой другой город мира приезжаем, прежде всего нужно искать районы с большими парками. Октябрь месяц – это время, когда цветет дерево сейба, которое является национальным деревом Аргентины. Смотрите, какой невероятной красоты соцветия. В центральной части парка Рибадави находится памятник Симону Боливару. Посмотрите, какая огромная перед ней площадка, где гуляют дети. Иногда здесь проходят занятия зумбой под открытым небом. И у меня в шорцах, вы можете увидеть, делала на прошлой неделе здесь запись. Вижу сзади памятника. Вон там вот люди учатся танцевать. Мальчишки играют в футбол. Вон там вот под пальмами девушка проводит индивидуальные занятия для парня по какому-то виду спорта. В общем, каждый отдыхает так, как ему нравится. Ведь для этого парки и создают в больших городах, и в маленьких тоже. Девочки вышли на пикник, пьют традиционные маты. На лавочке сидит пожилая парочка. О чем-то воркуют. Вот рядом со мной еще проходят индивидуальные занятия, спортом под открытым небом. А это памятник, чтобы не забывали, в каком районе города Буэнос-Айреса вы находитесь. Кабазито – маленькая лошадка. Невероятной красоты дерево. Может, кто-то знает, как оно называется? Напишите в комментариях. Посмотрите, какие на нем колючки. Видите, крупные какие. Все в шипах, как роза. Как гласит надпись на заборе, с 1953 года на территории парка Реподавия каждый день действует букинистическая ярмарка. А также есть здесь столики для игры в шахматы. И вечером на них собираются местные мужички порезаться в шахматы и шашки. Район Кабашито – это один из самых густонаселенных районов города Буэнос-Айреса. Он состоит из 482 кварталов, на территории которых проживает 200 тысяч человек. И здесь самая высокая плотность населения – больше 25 тысяч жителей на квадратный километр. Здесь очень хорошая транспортная сеть. Вот сейчас мы едем по улице Реводавия, которая является одной из главных магистралей, проходящей через весь Буэнос-Айрес. Поэтому здесь очень много маршрутов автобусов. В этом районе проложено две линии метро. Линия А – это самая первая линия метро Буэнос-Айреса. И линия Е. И это тот район, в котором есть абсолютно все для комфортной жизни. Меркадо Дель Прогрессо, или просто по-русски «рынок Прогресса» – это историческое гастрономическое место в городе Буэнос-Айрес. И это один из немногих уцелевших рынков Буэнос-Айреса, который сохранил свою функцию с самого момента, своего основания. А основан он был в 1889 году. Это более 130 лет назад. И проходить мимо этого рынка и не зайти в него – это все равно, что побывать в Париже и не посмотреть Айфилеву башню. Это вот, кстати, работники готовят к завтрашнему дню меланезу – одно из самых популярных блюд в Аргентине. На прилавке – эмпанадосы со всевозможными начинками, ну или попросту наши пирожки. Колбасы, мясо – все, что нужно для знаменитой аргентинской Парижи. И, конечно же, свежие овощи, потому что практически половина населения, прибывших в эмиграцию в Аргентину, были итальянцы. Поэтому итальянская кухня здесь рулит. Это матамбры, то есть убить голод. Ну или попросту – это мясные рулеты со всевозможными начинками. Очень популярное блюдо в Аргентине. И другие полуфабрикаты. Пришел домой, разогрел и ужин готов. Как аппетитно выглядят все прилавки на этом рынке. Какие-то закусончики, я так и не поняла, что это. Что-то в тесто завернуто. Алкоголь на любой вкус. Ну, конечно же, преобладают аргентинские вина и итальянские напитки. Водочка тоже есть. Без макарон и других видов паст никуда в Аргентине. Купили мясо, купили овощи. Не забудьте купить тут же и дровишки для вашей Парижи. Зерновые, бобовые – все, что хотите. В Аргентине есть абсолютно все. Сухофруктики на любой вкус. И любимый мед. А начиналась история Варио Кабазитто именно вот с этого угла, когда на месте вот этого здания, которое сейчас находится сзади меня, в 1821 году была построена здесь первая пульперия. Пульперия – это такие магазинчики, а совсем не те места, где продают пульпа, как в Испании. И на крыше этой пульперии был возведен флюгер в виде маленькой лошадки. Отсюда и пошло название этого района. Давно уже нет ни этой пульперии, и лошадка давно хранится в музее города Лохан. Но именно Кабазитто было первым барио в городе Буэнос-Айрес, которое было свое название именно с какого-либо объекта. Не из чего-то такого феерического и несуществующего, а именно от того объекта, который запустил жизнь в этом барио. Потому что в 18 веке это были огромные плантации, на которых работали темнокожие рабы. Здесь выращивали виноград, здесь выращивали айву, яблоки. И населенный путь, как таковой, здесь появился только в начале 19 века. Район Кабашита, как я уже об этом и говорила, это спальный микрорайон для среднего класса. Но поскольку район это огромный, то здесь есть разные кварталы для разного уровня населения. Южная часть Кабашита, это больше для среднего и нижнего среднего класса. Давайте прогуляемся по его улочкам. Смотрите, сколько зелени. Много многоэтажных домов, достаточно высоких. В отличие от северного Кабашита, которое мы чуть позже с вами также отправимся на прогулку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень интересная находка. Вот такая вот мозаика. Приближаемся из лиц жителей района. Вот нашла еще один зеленый парк среди многоэтажек. Место, где можно подышать свежим воздухом в большом многомиллионнике и заняться спортом. Жить это весело, а весело жить еще лучше. Музыка. 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 И это я уже переместилась в северную часть района Кабашита, где больше уже маленьких частных домиков со своими участками. Посмотрите, какая потрясающая архитектура в этом районе. И нашла здесь желтый лапачо. В 19 веке высшие классы Буэнос-Айреса имели свои загородные дома в этих местах. Многие из них, конечно, не дожили до сегодняшнего дня, но по-прежнему вот этот вот шарм Бель Эпоке сохранился именно в этом районе. Давайте еще прогуляемся здесь по улочкам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Парк Сентенарио Еще один огромный зеленый оазис на территории Барио Кабашито Это 12 гектаров зеленых насаждений в самом центре города И, кстати, именно парк является географическим центром города Буэнос-Айрес Каждый выходной здесь проводят свое время около 12 тысяч жителей города Буэнос-Айрес Идемте прогуляемся и по этому парку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот и завершилась прогулка еще по одному району Буэнос-Айреса Который я вам рекомендую для жизни в этом городе Если вам понравилось мое видео, поставьте лайк И обязательно вон там вот внизу подпишитесь в мой канал Чтобы не пропустить новые видео о Буэнос-Айресе, об иммиграции и об Аргентине Всем пока-пока! С вами была Елена Вивас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok